Всем привет, ребята! Я Алена, вы на моем канале, и сегодня мы с вами говорим, как не сломаться от неопределенности. Напоминаю, что очень у многих есть какие-либо события, которые действительно создают дополнительную нагрузку. И случайный какой-то хаос постоянно с нами случается ежедневно, ежедневно, ежедневно. И очень многие люди в этом хаосе полностью теряются. Что делать для того, чтобы действительно структурировать и помогать себе справляться с той историей, в которую вы попадаете? У многих случается хаос на работе, хаос дома. И я предлагаю некоторые вещи, которые действительно оптимизируют вашу работу. Потому что, если вы понимаете, что ваша неопределенность завела вас уже не туда, то здесь мы с вами говорим про антихрупкость. Я напоминаю, что очень-очень у многих есть какая-либо история с хрупкостью. И здесь мы говорим про фарфоровую чашу. А-ля как я реагирую на те или иные события. Как я вообще себя позиционирую. И очень многие, знаете, что они слеваются. Потому что переизбыток информации, переизбыток всего сейчас, переизбыток. И очень сложно бывает определиться. Или вообще многие выбирают негативный путь. Негативный путь самый короткий. Чтобы не говорили какие-то фурологи, рукологи, как я говорю. Не надо чинить то, что еще не сломалось. То есть, мы с вами говорим про самые-самые простые вещи. Сейчас огромный спрос на людей, которые умеют работать в ситуации неопределенности. И очень важно работать с негативом, с негативными эмоциями. То есть, если мы с вами говорим про то, когда вы игнорируете какое-либо состояние, обиду. Это действительно важно научиться делать. И вырабатывать тщательные привычки и ритуалы. Например, справляться с неопределенностью намного проще. Если вы проявляете волю в тех частях, в которых вы можете контролировать. Вы не все можете контролировать вообще ни разу. И возможности, связанные с неизвестностью. Это очень-очень крутая история, которая может вас вывести на новый уровень. И другой момент психологическое равновесие очень сложно отслеживать. Например, чем-то заболел, что-то создал, что-то пошло не так. И начинается какая-то нехорошая история. И здесь просто важно выработать некоторую адаптивность. Не стоит наполнять свою жизнь возможностью какой-то подстраховки всеми-всеми событиями. Самое простое это помнить, что действительно управление эмоциями это крутой шаг к управлению жизнью. У меня к вам такая простая вопросюлька, как я говорю. Отправить мысли на техосмотр. Каждый раз, когда вы сомневаетесь в чем бы то ни было, отправляйте свои мысли на техосмотр. А так бы сказал другой человек. А так бы, возможно, это другой оценил. И когда у вас очень много всяких моментов, которые хаосно создают вам какую-то жуткую историю, супер важно найти точку, как я говорю, дзен в себе. И это может сделать только человек, который умеет расслабляться. Что такое антихрупкость? Напоминаю, что многими не рождаются хрупкими. Они вырабатывают в себе это качество. И здесь мы говорим про то, что как обойтись без каких-либо прогнозов. Клеймо какого-то банкрота, клеймо человека болеющего. Клеймо, клеймо. Очень многие действительно ставят себе на себе какие-то вот эти клеймы, как клеймо. Поправьте меня. Соответственно, вот такие моменты нельзя себе внушать. То есть у каждого есть какие-то изъяны. У кого-то это финансы, у кого-то это неподвешенный язык, у кого-то это здоровье. Но если вы вырабатываете в себе привычку, ребята, с этим справляться, то вы супер кайфово будете себя чувствовать в продолжении многих-многих лет. И вы сможете обойтись без каких-либо прогнозов. Но в своих индивидуальных консультациях я всегда говорю про то, что человек, если хочет выработать новые привычки, он это сделает. И сделает все для того, чтобы не чинить то, что, например, еще не сломалось. И спасительная вот эта история, ее лучше не транслировать, потому что, когда вы транслируете свою вот эту хрупкость, другие это подлавливают и еще вас куда-то втягивают, куда-то зовут. В общем, вами легко управлять. И если вы вырабатываете в себе такую тенденцию, как, ой, что-то случилось, что-то произошло, нужно вырабатывать в себе релакс. И вот это вам дальше поможет. Напишите, что вы используете. Я просто хочу с вами действительно поделиться тем, что в современном мире антихрупкость это крутая вещь.